Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как развивается туристическое направление в Самарской области и какие перспективы открываются в связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу о самых красивых местах губернии и уровне туристической привлекательности будем говорить сегодня с руководителем Департамента туризма Самарской области Михаилом Мальцевым. От вас, уважаемые телезрители, ждем вопросов и, пожалуйста, поделитесь своим опытом и знанием о том, где у нас можно хорошо отдохнуть, какие удивительные места для себя вы открыли в последнее время. Наш телефон 202-11-22, звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Михаил Викторович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как складывается в настоящее время ситуация в туристической отрасли, области, в нашей области? Ну, если в целом говорить о туристической отрасли, конечно, разные направления испытывают по-разному воздействию, которое у нас и политическое, и экономическое наложилось. Это и отмене массовых направлений, это Турция и Египта. Естественно, оно снизило выездное направление туризма, это объективно, но увеличились внутрироссийские направления. Стал ли активно покупать Крым, Краснодарский край? В этом году стартовали прямые перелеты из Самары. Люди могут, жители Самарского региона, купить пакетные туры, отправиться в Сочи, в Адлер, курорты Краснодарского края, и комфортно, я думаю, аналогично турецкому побережью отдохнуть. А именно на Самарской области это отразилось? Вот у нас, в нашей местности, куда-то люди выезжают, или это никак не фиксируется? Безусловно, перераспределение потоков, конечно. Не обязательно все вот в Крым поедут и в Сочи, а вот у нас бы тоже путешествовали по нашим местам. В Краснодарский край больше поехали, потому что все-таки там была создана инфраструктура к Олимпиаде, и поэтому большой номерной фонд, он позволял разместить и большое количество туристов. На территории Самарской области не было активного строительства гостиниц, поэтому таких глобальных, скажем так, увеличений туристического потока не было, но загрузка и загородных бас-отдыха увеличилась, и увеличился объем продаж по круизам, и это почувствовали круизные операторы. Востребованность направления экологического туризма возросла, люди стали больше посещать национальный парк, заповедники по экологическим маршрутам, которые там были созданы. Поэтому в целом, наверное, можно оценить как позитивное движение в сторону увеличения объема туристических услуг. Можно отметить ряд, наверное, интересных направлений, которые традиционно для Самары бывают интересны для туристов, не только нашего региона, но и близлежащих. Это событийное направление, большое количество различных фестивалей музыкально-гастрономических проходит на территории нашего региона. Я даже не успеваю отслеживать вновь появляющиеся фестивали, они бывают там корпоративные, какие-то новые фестивали. И, ну, действительно, этот отдых, он становится интереснее, разнообразнее. Я думаю, что нашим жителям точно есть где отдохнуть, особенно в выходные дни в летний период. А вообще ежегодно, традиционно, сколько к нам туристов приезжает? И вот эта цифра, она меняется из года в год? И в этом прям сезоне что-то все-таки поменялось? Она ежегодно растет на несколько процентов. Ну, в среднем, наверное, порядка 800 тысяч человек посещает регион с различными целями по разным направлениям. Но это поток туристический, только привязанный к гостиницам. Потому что считается турист, что человек прожил как минимум один день. Мы не считаем туристов, которые в статистику не попадают, туристы, которые пользуются круизным направлением туризма. Это тоже несколько десятков тысяч человек. У нас не получается оценить статистически, сколько людей приезжают на фестивали из других регионов. К сожалению, такая статистика не ведется. Поэтому я думаю, что суммарно, наверное, поток, он достаточно большой. Тех людей, которые к нам приезжают именно с туристическими целями. А иностранцы приезжают к нам? Стало больше или нет? Вот хочется все-таки тенденции выяснить. Для иностранцев привлекательный город с туристической точки зрения? Или пока не совсем такой известный, открытый, и мало что им можем... Для иностранцев город привлекательный. Во-первых, туризм, как правильно он, правило сопутствует деловой активности. И учитывая, что у нас работают крупные производственные предприятия с иностранными инвестициями, понятно, что приезжают в том числе и сотрудники при этих предприятиях, рабочие, привозят свои семьи, которые, по сути, являются туристами. Вопрос только в том, что, к сожалению, развитие именно въездного туризма со стороны зарубежных стран ограничено визовой политикой. Она достаточно жесткая, поэтому получить российскую визу не всегда удобно, так как, например, мы получаем визу в Турецкую республику или какие-то безвизовые страны. Есть у нас ряд направлений, которые предполагают безвизовый обмен. Например, это обмен с Китайской народной республикой. Но, скажем так, мы пока китайцев не видим на территории нашего региона. Да, вот это хотел сказать. Обычно их очень видно. Здесь накладывает, к сожалению, отпечаток транспортная логистика. Потому что перелеты из провинции Китая, с которыми у нас есть, например, партнерские взаимоотношения в рамках подписанных соглашений с нашим регионом, им нужно для того, чтобы прилететь в регион, как минимум сделать две пересадки, долететь до Пекина, из Пекина в Москву, из Москвы прилететь в Самару. Естественно, эта по стоимости достаточно затратна, и не каждый готов в свои выходные дни, в свой отпуск провести в перелетах, чтобы добраться до Самары. Все-таки она, может быть, для китайцев еще не настолько уникальна, чтобы именно задаться целью и приехать. Но, по крайней мере, туроператоры, которые сейчас с Китайской народной республикой работают, они понимают перспективу поволжских регионов. Потому что здесь и направление красного туризма достаточно интересное и востребованное. Какой-то термин интересный. Что это такое? Под красным туризмом у нас понимаются места, на которых жил, работал, трудился Владимир Ильич Ленин. Там, где у нас история связана непосредственно с революцией, с коммунистической партией, с историей Советского Союза. У нас, как минимум, в Поволжне три региона входят в красный маршрут. Это Ульяновск, Казань и Самара. И один из маршрутов, который у нас предполагается как раз предложить для наших китайских туристов, это маршрут круизный на теплоходе из Самары в Казань с посещением Ульяновска. Он получается комфортный, интересный, насыщенный. И насыщенный, прежде всего, не только историей жизни Владимира Ильича Ленина, но и волжскими красотами, и национальными традициями. Поэтому я думаю, что этот маршрут, он будет востребован. Но он, как правило, будет рассматриваться в сочетании с Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому вот такие маршруты сейчас крупными операторами Российской Федерации, они рассматриваются. Я думаю, что со следующего года они уже будут включать это в каталоги и продавать это туристам. Да. Хочу еще раз напомнить наш телефон 202-11-22. Мы в прямом эфире, поэтому задавайте вопросы нашему гостю и рассказывайте о том, что вы посмотрели интересного в нашей области. Посоветуйте и другим жителям наших городов-губерний. Скажите, пожалуйста, вот чемпионат мира по футболу, да, все будет относительно, где-то в большей степени, где-то в меньшее, и меняться к этому событию. Вот что касается туриндустрии, как она затронет нашу область, на что сегодня делается упор? Понятно, что к нам приедет очень много людей. Это такой толчок для развития туризма. Да, вот как правительство области работает в этом направлении, в частности, в ваш департамент. Что делается для того, чтобы мы и приняли хорошо, и дальше вот этот весь подъем, он у нас сохранился и растал. Чемпионат мира – это, конечно, глобальное, прежде всего, и спортивное, и туристическое событие. Потому что болельщики, которые являются туристами, приезжают, предполагают, что приедут к нам в регион в достаточно большом количестве. У нас будут проходить шесть матчей, у нас будет проходить четвертьфинал, поэтому к нашему региону точно будет повышенное внимание со стороны болельщиков. И, готовясь к этому событию, правительством Самарской области бы разработан комплексный план. Потому что что такое туризм? Это и гостиницы, это и транспорт, это и розничная торговля, это и экскурсионные услуги, это и развлечения, это тот набор услуг, который будет интересен для приезжающих на нашу территорию. Естественно, вот этот комплексный план, который сейчас реализуется, он будет учитывать и модернизацию инфраструктуры, и транспортную, и городскую инфраструктуру. Предполагает формирование туристских гостевых маршрутов по территории нашего города, где будут непосредственно проезжать болельщики, болельщики, туристы, где они будут посещать пешеходные экскурсии по городу. И вот эта территория, она будет приводиться в порядок в первую очередь. Это как раз и предполагает именно комплексную подготовку к чемпионату мира. Мы говорим о том, что человек, который приедет, он должен увидеть самое красивое и самое интересное, что будет представлено в нашем городе. Да, вот вы уже сказали в начале разговора, что, ну как я поняла, что гостиничная сеть вообще у нас не на таком высоком уровне. Вот мы не можем и много принять туристов, и может быть сам уровень невысок, чтобы прямо в таком массовом порядке. Как будет контролироваться вот эта вот сфера гостиничная и повышаться уровень? Здесь я, позвольте, не соглашусь. У нас присутствуют отели международных брендов. Поэтому по поводу предоставления качественных гостиничных услуг, я думаю, все будет на высшем уровне. И здесь, прежде всего, конечно, бизнес должен быть заинтересован, чтобы к чемпионату мира повысить свой уровень, предоставить качественные услуги в этот период. Я думаю, что это будет положительно влиять и на тот период после чемпионата мира, потому что мы же говорим, что чемпионат мира только месяц, а гостиница будет существовать несколько лет и будет привлекать после этого туристов. По гостиницам я могу сказать, что так как Самара выбрана городом, который будет принимать четвертьфинал, есть и определенные повышенные требования к средствам размещения. Но я могу сказать, что у нас буквально в настоящее время реализуются два инвестиционных проекта в сфере гостиниц, которые нам позволят уже выйти на тот уровень, в рамках которого мы будем удовлетворять всем требованиям по проведению международного чемпионата мира. А по сути, это самое крупнейшее событие, которое проходит в мире. И, соответственно, если мы подготовимся к нему, его достойно проведем, мы будем готовы принимать любое абсолютно событие без каких-то дополнительных, может быть, существенных вливаний. И это серьезная подготовка именно в развитии туристической инфраструктуры. И, соответственно, мы получаем определенное преимущество по сравнению с другими регионами, которые в чемпионате мира не принимают у нас участие. У нас будет инфраструктура, позволяющая работать с туристическими потоками, привлекать за счет и событийного направления, за счет круизного направления, за счет тех направлений, по которым Самарская область является лидером. Я как раз и перечислю, у нас очень сильное событийное направление, у нас большое количество интересных мероприятий проходит ежегодно. У нас Самара является, по сути, круизным центром по Волжье, потому что по количеству теплоходов, которые здесь нашими туроператорами формируются, отправляются вниз по течению и вверх по течению Волги. На третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга, это достаточно серьезные показатели, реально, десятки тысяч туристов, они начинают свое путешествие по Волге именно здесь, в Самаре. И плюс, также хотел отметить, что у нас очень активную позицию занимает федеральная пассажирская компания российских железных дорог, развивая именно межрегиональные маршруты, что позволяет также начинать путешествие уже по железной дороге именно из Самары. Были запущены дневные экспрессы из Самары в Пензу, из Уфы в Самару, из Самары в Саратов. Этот проект, он интересен тем, что позволяет в любое время года, вне зависимости от сезона, комфортно добраться до другого региона в достаточно короткие сроки. Это порядка 6-7 часов, в зависимости от направления. И за очень комфортные и доступные цены, цены от 600 до 700 рублей, я думаю, что они доступны для туристов, по крайней мере, можно посетить другие регионы и посмотреть не только достопримечательности, но и комфортно отдохнуть. И на сегодняшний день у нас и туроператоры, и гостиницы, и санатория начинают работать именно с форматом дневных экспрессов, включая в стоимость туристических пакетов для именно жителей, проживающих по указанным регионам. В чем плюс? Турист может приобрести путевку, сесть на этот поезд, приехать сюда, сесть на теплоход и отправиться в путешествие. Это все будет у него в пакетном туре уже предусмотрено. Это комфортно, интересно, я думаю, это будет востребовано, я считаю, что это одно из перспективных направлений. Да, и вот еще одно такое направление, даже, наверное, бизнес-направление, связанное с туризмом, это сувениры, потому что практически все туристы покупают сувениры. Насколько развита у нас сувенирная вообще вот эта вот, ну, не отрасль, а что это такое? Потому что вот как-то не много. Ну, здесь надо говорить о проблемах. Сейчас основная проблема в том, что сувениры в Самаре, они, к сожалению, повторяют те сувениры, которые в массовом порядке в других регионах. Это магнитики с видами, они, ну, скажем так, не являются, может быть, изюминкой для города. Но я могу сказать, что сейчас уже, опять же, к чемпионату мира, наверное, по футболу многие производители начинают задумываться о том, чтобы делать свои уникальные сувениры и предложить их уже для туристов, которые приедут в большом количестве на это мировое событие. Есть понимание того, что использовать символы чемпионата мира это достаточно сложно. И, скорее всего, для малых предпринимателей это, наверное, будет, может быть, неподъемные средства. Но никто не ограничивает делать сувениры с символами Самары. Придумать свои какие-то символы, которые могли бы быть интересны для болельщиков, которые приедут. И в настоящее время уже есть разработанные проекты. Это проект там и Самара-городок, например, один из таких интересных проектов, который уже реализуется на фестивале различных, которые у нас в регионе проходят. Это какие-то интересные сувениры профильных предприятий или знаковых предприятий, достопримечательностей, например, Жигулевского пивозавода. На мой взгляд, это тоже такой интересный был сувенир. Ну и плюс по региону я могу сказать о том, что был департамент туризма, проведен конкурс на разработку туристского знака. По нему проведен конкурс на отбор, были права защищены патентном ведомстве, поэтому мы уже в принципе, скажем, выходим на взаимоотношения с производителями, чтобы этот знак внедрить во всю продукцию, которая будет производиться и предлагаться для туристов. Это, на мой взгляд, достаточно симпатичный символ. Это зеленое сердечко с буковкой «С» синий, который символизирует нашу и Самарскую луку, и Волгу. Поэтому я думаю, этот знак должен, по крайней мере, в сувенирной продукции прижиться, и я думаю, он будет востребован и среди наших туристов. Тем более он уже нам постепенно внедряется среди туристско-информационной системы. Он у нас присутствует и в павильонах туристско-информационного центра, в полиграфической продукции, которую мы продвигаем на сайтах туристических справочников. Поэтому постепенно мы, раскручивая этот символ, позволяем сделать его один из таких востребованных и сувенирной продукций. И мы, кстати, проводя совместно с нашими партнерами мероприятия, например, с общественной палатой мы проводили мероприятия по как раз туристическим брендам, и там мы озвучили всем предпринимателям возможность бесплатно воспользоваться данным символом. Для этого нужно в департамент туризма направить заявку, получить, согласовать размещение данного символа на сувенирной продукции и к чемпионату мира использовать эту продукцию, продвигать, соответственно, вместе с нашей помощью. А сегодня у Самары, вот, а, минуточку, сейчас я вас перебью, потому что у нас звонок, мы послушаем телезрителей, а потом я задам свой вопрос. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, как вас зовут? Так, не дождался телезритель, но еще раз напомню, телефон 202-11-22, звоните, дозвонились, пожалуйста. Добрый вечер, как вас зовут? Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Никита, меня слышно? Слышим, слышим, пожалуйста. Я хотел спросить вот о чем. Как правило, туризм успешно развивается в тех местах, где есть какая-нибудь фишка. Например, там природная, водопад, там гора какая-нибудь крутая, или исторические какие-то моменты, монастырь, там может быть церковь, еще что-то. И вот я хотел поинтересоваться, как вы считаете, может ли в Самаре такой фишкой, которая привлечет туристов быть космос? То есть мы один, Самара, один из немногих городов в мире, который обладает таким космическим потенциалом. У нас есть там производство ракет, у нас есть какие-то объекты там космические, которые вернулись уже из космоса. У нас есть богатейшая история музея в этом аэрокосмическом университете. Да, спасибо. Мне кажется, это могло быть интересно для многих людей. Спасибо за ваше напоминание о том, что мы Самара космическая еще раз. Вот действительно, как используется вот этот вот бренд сильный такой в туризме, и насколько он привлекателен? И как он будет развиваться? У Самары может быть несколько туристических брендов, в зависимости от тех направлений и целевой аудитории, к которой этот бренд рассчитан. И если говорить про Самару космическую, я думаю, что это, конечно, один из самых перспективных, наверное, брендов, учитывая, что Самара неотделима, наверное, от космоса, от авиации. Очень много предприятий, и наш институт объединенный теперь, вот, безусловно, они формируют определенный туристический образ. Вопрос в том, что этим брендам надо правильно воспользоваться и развивать инвестиционные проекты, которые бы были рассчитаны именно на туристов. Потому что, имея в запасе большое количество предприятий, работающих в этой сфере, так или иначе имеющих свои музеи, но они, как правило, недоступны для туристов. Потому что и на ЦСКАБ «Прогресс» сложно будет пройти. Но есть музеи, музей Самара космический, есть музей в Самарском университете. Естественно, они доступны для организованных групп. Но хотелось бы, чтобы наш город все-таки был представлен, скажем так, той туристической инфраструктурой, которая была бы интересна не только для взрослого поколения, которая может понять всю историю. Но эта инфраструктура должна быть прежде всего адаптирована и для семей с детьми, для того, чтобы у них была возможность приехать на нашу территорию и чтобы для ребенка не было утомительного пребывания в этом комплексе. Такие проекты есть? Вот сейчас, минуточку, мы продолжим эту тему. Еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Как вас зовут? Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Диана. Я рукодельница. Занимаюсь картинами и страсти. У меня вот такой вопрос. Я изготавливаю картины с символикой сама. То есть, либо наша природа, либо наш вокзал красивый. И сама лично придумала с символикой именно Олимпиады. О, не Олимпиады, а... Чемпионат мира по футболу будущего, да? Чемпионат мира по футболу. Вот скажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, свои принести работы, и чтобы их можно было продавать. Да, тоже важно. Спасибо, Диана, за ваш вопрос. Пожалуйста. Вопрос на самом деле, он... Жизненный. Он традиционный. Потому что, да, мы практически на каждом мероприятии отвечаем на этот вопрос про символику чемпионата. И я как раз про нее и упомянул. Для того, чтобы использовать символику чемпионата мира, необходимо получить согласование FIFA. Поэтому, я думаю, это будет сложно сделать для рукодельниц или небольших предпринимателей. Ну, другие-то можно же, кроме чемпионата мира. Что можно сделать? То есть есть определенная символика, которая зарегистрирована и которую нельзя использовать. Но, например, символы Самара, мяч, там еще какие-то вещи, там на футбольную тему, их можно использовать. А куда принести, вот Диана спрашивает, чтобы это как-то было одобрено и потом разрешено реализовывать такое? В регионе есть структура, это дирекция по подготовке чемпионата мира, которая как раз организовывает все согласования таких мероприятий. Поэтому для, скажем так, использования символики чемпионата мира необходимо обратиться в дирекцию. Там есть ответственный человек, который, по крайней мере, и проконсультирует, и, если это возможно, он уже запустит процедуру согласования. Понятно. Продолжим про Самару Космическую. То есть это все-таки бренд, он будет как-то продвигаться, развиваться? Если говорить про Самару Космическую, как я говорил, необходимо все-таки расширить в рамках этого бренда и туристическую инфраструктуру, о чем я говорил. Вот как раз у вас в передаче был презентован проект Самар Космической, Кузиной, Еленой, проект парка «Союз», парк науки и техники. Это, на мой взгляд, уникальный проект. Этот проект был поддержан в свое время и Общественным советом по туризму, и Департамент туризма активно поддерживает этот проект, понимая, что одного музея, как правило, бывает мало для того, чтобы удержать посетителей и туристов на этом месте. А это целые комплексы. Хотелось бы, конечно, чтобы люди после посещения музея имели возможность прогуляться по небольшому парку, посмотреть и другие достопримечательности. А та территория, она как раз позволяет вовлечь и другие интересные объекты. Это и фабрику-кухню, это и сопутствующую инфраструктуру, которая есть. Но необходимо это сделать таким образом, чтобы все-таки это выглядело с точки зрения и ландшафтной архитектуры красиво, чтобы это был действительно парк, по которому было бы приятно и интересно прогуляться. И основная задача формирования таких парков – это удержать туриста на большее время. Поэтому в этой инфраструктуре должны быть предложены и тематические рестораны, и достопримечательности, с которыми можно сфотографироваться. И должны быть какие-то рекреационные зоны, которые могли быть использованы не только для туристов, но и для жителей, которые проживают в этом районе. Это комплексная также задача, но это интересный, серьезный проект для Самары, который нужно будет реализовать. Хорошо, что вы его поддерживаете и принимаете, потому что, на мой взгляд, тоже это замечательный проект. Я хотела лично у вас поинтересоваться, какой самарский бренд вам близок больше всего? Как вам кажется, что Самара? Самарский бренд мне близок, наверное, бренд Самарской Луки. Это уникальная территория, уникальная она на территории Невинсера и Российской Федерации, потому что такого просто комплекса природного, исторического, культурного, его больше нет. Это та изюминка, которая может стать драйвером для туристических потоков, для приезда в наш регион. Во-первых, мы даже только за счет жителей региона сейчас увеличивают потоки национальный парк Самарского Лука. Ну, для примера, в прошлом году порядка 250 тысяч человек официально по путевкам прошли по туристическим маршрутам. Понятно. Очень хорошая тенденция. Перебью вас еще раз, извините, потому что ответим на... Терезритель ждет. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Василий. Выключите меня? Да, пожалуйста, вопрос важный давайте. У меня вот такой вопрос. Хороший сквер делали, начиная от проспекта Масеников до Московского шоссе. А будет ли от проспекта Кирова до Таскетка вот такой же скверик? Спасибо, Василий, за вопрос. Ну вот насколько вы, так скажем... Я, к сожалению, не готов, наверное, прокомментировать. Это все-таки компетенция города заниматься благоустройством. Могу сказать, что, скорее всего, эта территория не будет к чемпионату мира использоваться как туристический маршрут, поэтому, к сожалению, я прокомментировать не могу. Но я думаю, что в настоящее время город так или иначе приводится в порядок, благоустраивается. Поэтому я думаю, что именно этот скверик будет когда-то приведен в порядок. Да, ну будем надеяться. И не только надеяться, нужно действовать, да, нужно создавать какую-то инициативную группу и вот это вот пожелание пробивать и воплощать в жизнь. Сейчас вот как-то все возможно, если будет такой интерес от большой группы людей. Я задавала вопрос на протяжении эфира о любимых местах в нашем регионе, вот как раз по Самарской Луке. У вас есть, вот вы как эксперт можете, даже не как эксперт, а как турист, вот ваше любимое место в Самарской Луке, которое вы посетили и сказали себе, что какая красота. И вот сюда бы нам Турпоток тоже организовать и направить. Что-то такое вот примечательное. Ну, я в принципе про него, наверное, и начал рассказывать, потому что это не только интересный бренд, но это одно из моих любимых мест, наверное, к посещению. Бывает там часто не только по делам, но и посещая различные маршруты и объекты, которые там открываются. Потому что за последнее время надо отдать должное, что и заповедник, и национальный парк проводят очень большую работу по развитию именно туризма. Это очень хорошо, потому что действительно уникальная ситуация, когда изначально эти территории, если посмотреть законы об особо охраняемых природных территориях, были предназначены не только для сохранения биоразнообразия, который присутствует в большом количестве на этих территориях, но есть также задача повышать образовательный уровень. Школьники, дети, взрослые, которые приезжают на эту территорию, они должны ее прежде всего любить, понимать и заботиться о ней. И третье направление – это развитие регулируемого туризма. О чем я говорю? У нас минутка, Михаил Викторович, все, даже 30 секунд мне подсказывают, поэтому про это направление поговорим. Надеюсь, что вы к нам придете еще не раз в следующий раз. Спасибо вам за то, что пришли и рассказали об этом направлении, которое действительно будет развиваться, и чем дальше, тем больше. И есть обстоятельства, которые этому способствуют, да, вот мы про них сегодня говорили. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за внимание и активность. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова